Всем доброго времени суток, уважаемые подписчики на канале, с вами Мегакол, мы продолжаем проходить The Witcher 3, Hearts of Stone. Мы с вами остановились на том, что выполнили дополнительное задание и будем выполнять сегодня задание Сезам, откройся. Нам надо будет добыть аукционный дом для Ольгерда, это будет очень сложно, но посмотрим, что из этого выйдет. Пойдем прямо сейчас, надо поговорить еще раз с этими стражниками. Я хочу войти внутрь. Кто-нибудь из хозяев здесь? То есть единоличный владелец достопочтенный Хорст Барсоди? Он здесь. Я к нему по делу. Приказ 76 ЦВХ. Внутрь допускаются только участники аукциона с именными приглашениями. Уверен, мы договоримся. Сомневаюсь. Согласно приказу 76 ЦВХ, Капрала Вацлава вожжа под хвост попала. Кляйнер, вы помните, что нарушение субординации наказуемо? Того я вижу. Геральт, ведьмак из Римы. Вим Вивальди, банкир из... Откуда ж ты есть-то? Да неважно. Деньги границ не знаю. В чем дело, Капрал Вацлав? Вы перечите Геральту? Господин Вивальди, ваш досточтивый друг не имеет приглашения на аукцион, а... А я имею. Проходите, Геральт. Будьте моим спутником. Ну, приказы... Приказы, херазы! Мне что, жалобу сержанту подать? А? А то-то... Смирно! И пасть закрыть! То-то ребята в казарме посмеются. Тихо! На обход! Шагом! Аш! Левой! Левой! Спасибо за помощь. Да ладно. Чего только не сделаешь для старых клиентов. Приятно иметь с тобой дело, Вим. И жена моя покойная так говорила. О-хо-хо! Народ уже собирается на аукцион. Пойдемте наверх. Ну, а что выставляют на аукцион? Все, что есть ценного. Украшения, редкое оружие, всякую экзотику. Я здесь за полотнами портретистов Мориборской школы. Ван Дейка и... Ван Дерхуя. Надо же. Я не знал, что ты коллекционер. Конечно, нет. По мне, все художники от слова худо. Я эти картины вообще в сейфе держу. Тогда зачем? Как зачем, Геральт? Я же диверсифицирую инвестиционный портфель. Мне казалось, что аукционный дом Барсоди в Новиграде. Был, да переехал. Радавид предложил Хорсту льготный налог. Ноль процентов. Ха, щедрое предложение. Да. Радавид умер. Что называется? Ну, как умер. Вим, на самом деле мне нужно поговорить с Хорстом Барсоди. У-у-у, а вот с этим может быть проблема. Почему? Потому что нелюдим он страшный. Не то, что его отец упакой, милители его душу. Но Хорст обычно выходит к гостям на минутку. Я вас ему представлю. Буду очень обязан. Ерунда. Обязывают только векселяда ипотека. Хе-хе-хе. Ну, добро. Пойдемте наверх. А что я ему скажу? Привет, я хочу забрать твой дом или что? Тупо как-то. Почему бы вам в самом деле не купить дом? Вот я хочу вот этот дом. Вы должны построить очень привлекательный кредит. Кредит не бывает привлекательным, Вим. Хм, вижу, есть время выпить до аукциона. Вим, это же банкет. Ну, и что? Ненавижу банкеты. Все это болтовня ни о чем. Крохотные порции, скверная выпивка. Ну, не все так плохо, вот увидите. Зато представлю вас с парей интересных знакомых. Пожилая дама, вон там. Это графиня Миньоль. У вас точно найдется тема для разговора. А вон там, в углу, Гилберт. Ну, варишь, поднялся на игре в Гвинт. О, и Яромир здесь. Антикарщик. Сноб, таких мало. О картинах все знает. Ну что, пойдем поговорим с кем-нибудь. Не торчать же тут столбами. Я пойду, знаете, я хочу поговорить с Гилбертом, потому что с ним можно будет в Гинст, наверное, сыграть сейчас. Посмотрим, насколько он хорош, раз уж поднялся на игре. Сколько лет? Позволь тебе представить, мой друг Геральт из Ривии. Приветствую. Здравствуйте, очень рад. Ну как, уже решил, за что торговаться будешь? За карту какую-нибудь. Да нет, куплю, что понравится. Парадное что-нибудь. На стену повешу. Нильфгард. Я угадал? Простите? Твоя колода для Гвинта. Нильфгард, верно? Нет. Нильфгард хорошие колоды, но мой выбор Королевства Севера. А, понимаю, патриот. Скажу тебе по секрету, Гилберт, что Геральт игрок отменный. Отменный. Наслышан я о турнире в Пассифлоре. Ты там был? Забей. Да, забавный был случай. Это еще что? А, аукцион начинать еще не думаю. Так может того? Партеечку? Что, самоубийца что ли? Хотя я хера узнаю. Давайте на 125 я боюсь ставить большое. Я не знаю. Раз уж он поднялся, я не знаю, что у него там. Отлично. Тогда я знаю. Он может выиграть сейчас. Геральт, отойдем на минуточку. Что опять? Что такое? Видите ли, раз я устроил вашу встречу, то будет справедливо, если вы уступите мне часть выигрыша. 10% как посреднику. Че? Ты ведь для этого нас и познакомил. Друг мой, деньги не пахнут. А уж я-то их повидал. Ну, так как? Я впечатлен твоей находчивостью, Вим. И все-таки откажусь. Без обид. Да ничего. Я краснолюд и банкир. У меня шкура толстая. Удачи. Добро. Играем. Просто я не знаю, что у него там за колода, поэтому я лучше как-то... Как-то все-таки подумаю. Я там что-то фольта стала, другого никак нету, но... Так, кем он играет? Да, Нильфгард. Нильфгард противный, очень противный. Так, ага, этот есть товарищ. Какая плохая рука начальная. Ну, ладно. Сейчас Дикстри по-вытаскиваю кого-нибудь. Лютик. Сразу решил избавить меня от возможности вытащить хорошего шпиона. Ну, я, наверное, первый солью ему, типа. Карту наберу. Надо шпиона мне. Нет шпионов! В смысле ты спасовал? Сейчас я подумаю, как можно выиграть здесь. Я хочу забрать, в принципе. Я думаю, я заберу. Раз. Два. Дайте мне шпиона. Быстро шпиона надо. По-любому шпиона. Это не шпион. Так, тогда он пусть ставит шпиона. Мне даже возрождать некого. Морозота шпиона ставь. Либо, конечно, я и без шпиона выиграю, но как-то противно без шпиона выигрывать. Ого! Прикольная карта. А я не знал, что такая есть. Но это, видимо, добавляется. Нихера. Так, подожди. Это, может быть, подсказка о том, что кто он, нет? Я пока из него карт повытягиваю, наверное. Слушайте, но, кстати говоря, я могу сказать, что я выигрывал. Потому что... Ну, по-моему, у него проблемы. Десятка. Что-то я не могу сказать, что он хороший игрок. Надо было 250 стоять. Ну, я... А, ну вот. Но я все равно победил, Вол. Просто я думал, что, типа, раз уж он поднялся на этой игре. Ага, вот, начинается. Ну, ничего, ничего. Не то, что кумею. Не, еще семерку. Все равно обыграю. Ой, кого? Ой, не, ну все, шансы... А, ты смотри, мразь, какая... Скотина. Ладно. Но зато у меня семерочка, а у него нолик. Ну, у него без шансов, мне кажется, все равно. Ну, без шансов, у него не может выиграть здесь. Шпиона поднимет, да? Ну, давай больше мне шпионов на мою сторону. Давай, давай. Угу. Да, он, первого вообще, кого только можно вытащил. Ну, блин, это была неплохая партия, конечно, но это было легко. Ты за... А, у него нет шпиона, там нет шпиона больше. Там... Не, все равно его чего не хватило. Ой, победа-то какая легкая-то, легкая победа. Надо было 200 на 250 играет. Ну, блин, я думаю, типа, чувак поднялся на игре в гвинт, у него хорошая колода должна быть. Дай-ка мне карту. О, Гюнтер как раз и дали. Да, не должно быть. Ты точно журничал. Да, конечно. По-любому. Эй, полегче, Генберт. А не то Геральт потребует у тебя удовлетворения. Хе, сам его удовлетворяй, мелкий ты бородатый жмот. Ха-ха-ха-ха, навешу-ка я ему процент побольше. На следующий кредит. Ну, что-то так просто-просто-просто было. Ну-ка, что там этот Гюнтер делает? Ну, он спавнит. Мне, правда, он для этой колоды не нужен, потому что он никого не заспавнит. Ну-ка, есть, типа? Видите, ваши колоды все карты с тем же названием. Ну, нет. У меня в Колесе Севере тупо таких карт нет. В броне кота. Графиня, вы уже что-то присмотрели на этом аукционе? Нет. Но Хорст Барсоди клялся, что выставит на торги то, что меня заинтересует. А подробностей он не выдал? Нет. Вы же знаете, какой он. Ходячая тайна. Давайте сменим тему. Сударь ведьмак, не окажете ли вы даме одну услугу? Это зависит от услуги. О, это мелочь. Я только что была на балконе и обронила там сережку. Думаю, она где-то между досками, но я не смогла ее найти. Может быть, вы с вашими кошачьими глазами? Не беспокойтесь, сейчас же поищу. Буду вам очень признательна. Сейчас вернусь. Ладно. Эверек. Разлитое вино. Ничего больше. Тут ведь нет никакой сережки, правда? Нет. Тогда прошу, графиня, объясните, в чем дело. Только без шуток. Прошу простить. Я... Боги, как это неловко. Вы... Вы знаете Весемира? Он немного ниже вас. Носил усы. Знаю ли я? Он научил меня всему, что я знаю. Что? Как он сейчас? Могу я спросить? Конечно, можете. Но прежде... Расскажите, что именно вас связывало. Никому я не говорила об этом, но... Хорошо, я расскажу. В 34-м году, зимой, в Оксенфурте завелась какая-то бестия. Это был Фледер, кажется. Объявили награду, в город приехал ведьмак... Весемир из Школы Волка. Он искал следы чудовища возле нашего имения. Между нами сразу пробежала искра. Я послала ему записку с гувернанткой. Потом он приходил тайно. Каждую ночь. Но однажды отец что-то услышал. Весемиру пришлось поспешно уйти. Он даже не успел забрать доспех. А, так вот оно, начало вашей коллекции. Да, и конец нашей любви. Отец выписал на него гончий лист. Меня спешно выдали замуж. К счастью, мой супруг умер молодым, оставив мне приличное состояние. И вот, я живу воспоминаниями. Боюсь вас огорчить. Прошу, скажите. Он умер как ведьмак? О да. Нет. Он умер как герой. И ведьмак. Спасибо за то, что вы благородно терпели выжившую из ума старуху. Не говорите так. Я стара и богата. Могу говорить, что хочу. А сейчас прошу, оставьте меня одну. Я вернусь на аукцион. А если бы я пришел сюда до того, как он умер? Интересно, что было бы. Ой, тихо. Сейчас еще меня нахер обвиняют, потому что я там вор. Ну-ка. Яромир, не уделишь мне минуточку? Хм, здравствуй, Вивальди. А это кто? Геральд из Риви, ведьмак. Что думаешь о картинах, которые сегодня продаются? А, все вынюхиваешь, на чем бы заработать? Чья бы корова мычала? Ты же сам картинами торгуешь, друг мой. Верно. Но я наслаждаюсь ими, а ты не отличаешь от ценных бумаг. Из всех искусств тебе понятно разве что кулинария. А что же ты, ведьмак? Ты что-нибудь знаешь о живописи? Да, кое-что знаю. Хоть в это и трудно поверить, глядя на мой непритязательный облик. Неужели? Что ж, увидим. Ты знал, что наш приятель Вивальди владеет пятью полотнами Вандер Хууя? Но он не отличит их от картинок по пять крон за штуку. Я и спорить не стану. Так скажи мне, ведьмак-ценитель, какое из этих полотен создано Эдвардом Вандер Хууем, мастером из Морибора? Это ведь не составит для тебя труда. Эм... Эм... Ээээээ... Ха-ха-ха. Не знаю, но... портрет. Вот такой вопрос. Ну, конечно же, купец с жемчужиной. Надо же? Кто бы мог подумать? Позволь на минутку. Прости мне мою дерзость. Я полагал, что ты невежда на манер Вивальди. В знак раскаяния я хочу дать тебе совет. На аукционе можно будет за бесценок купить полотно Ван Рога. Этот художник не знаменит. Однако Маркус Ходгерсон, хозяин книжной лавки на Новиградском рынке, платит за его картины хорошую цену. Ясно. А теперь, извини, я вижу, меня зовут Друзья. Угадал. Я не знаю, я тебе выбрал то, что отличается от всего остального. Посоветовал купить Ван Рога, чтобы перепродать книги торговцу из Новиграда. О, интересно. Пойдем отсюда, Геральт. Меня уже в глазах хребит от этой мазни. Окей, все, ждем. Уважаемые дамы и господа, аукцион вот-вот начнется. Прошу занимать места. О, наконец-то. Идите вперед, иначе ничего не будет видно. Слушай, Вим, а как вообще будет проходить этот аукцион? Сначала продадут или нет три лота, а потом перерыв. Может быть, тогда и появится Хорст Барсоди, и я вас друг другу представлю. Хорошо бы. Кстати, как там ваши финансы? Будете делать ставки? У меня проблемы с деньгами. Посмотрим. Не знаю, давай. Разумеется, буду. Раз уж мы с тобой здесь оказались, грех не развлечься. Так и знал, друзья. Гучет полезный, я поставлю. Досточтимые гости, рад приветствовать вас. Начнем торги. Уважаемые господа, лот номер один — латунная статуэтка из коллекции овеянного дурной славой графа Рамиллы. По слухам, внутри нее скрыто сокровище, в чем, однако, можно удостовериться, лишь уничтожив эту прекрасную вещицу. Начальная цена — всего 50 крон. Кто больше? Его милость, Гилберт, 100! Графиня Миньоль — 150. Кажется, я слышу 200. Господа, кто даст 200? Я дам 200. 200! Его милость с белыми волосами! Будет ли 250? 200 раз, 202, 200! Да! Графиня Миньоль дает 250! Кто даст 300? Давай, я не знаю, мне интересно просто. 300 еще нормально, вот если 500 будет, то все. Да, у нас есть 300 раз! Кто-нибудь даст больше! И два! Кто больше! Изи! 303! Лот номер один! Таинственная латунная фигурка уходит сударю с белыми волосами! Не знаю, что там внутри, но у меня 300 крон, понимаешь? А теперь лот номер два! Вот это надо купить. Тина молодого новиградского художника Ван Рога «Звездная ночь над Понтером». Очаровательно! Начнем торг с 20 крон. Вот ее я продам. Да, мои господа, кто же даст 20 крон? В смысле 20? Эээ, я дам. О! Сударь с кошачьими глазами дает 20! Кто даст 30? Простите, Геральт, но аукцион есть аукцион. Дим Вивальди дает 30! Будет ли 40? Будет. Типа, если бы я ему не сказал, он бы не делал. Ну давай, алло, дай мне. Сударь с белыми волосами дает 40! Кто больше? 40 раз! 42! Банкир Вивальди не уступает! 50! Кто больше? Пока цена не дает до 500, я все что угодно готов. Дай мне, я сделаю 60, я хоть 100 сделаю. Да, 60! Развернулась нешуточная борьба! Кто-нибудь даст больше? 60 раз! 62! Эх, забирайте, Геральт! Изи! Продано! За 60! Картина уходит сударю с кошачьими глазами! За 60! Я сейчас все заберу. Дамы и господа, переходим к лоту номер 3. Редчайший предмет! Я знаю, что это. Штифь золотой оправе с линзами из горного хрусталя, любовно обработанные маленькими ручками гномьих мастеров. Некогда принадлежали знаменитому наемному убийце профессору. Который умер от меня. Начнем с 200 крон. Ваши саки, мастер Гвинта Гилберт дает 250, кто больше? Дорогая охрень, в смысле? Вальдемар Иванович Зайцев дает 300, 300 раз, 302. Дамы и господа, сударь с белыми волосами дает 350, кто рискнет перебить столь щедрое предложение? 350 раз, продано сударю с белыми волосами. Бесценные очки, пусть же они вам верно служат. Легко. Какой волнующий аудио, первые три лота пройдены. Объявляю небольшой перерыв, после чего мы продолжим. Я не знаю, что я там накупил, посмотрим, что там. Картину продам, эту вскрою, а очки почему-то, что-то я помню, что там надо было, что-то с ними делать. Или для чего-то они там нужны. Не помню точно. О, Геральт, смотрите, Хорст Баршоди. Идемте, пока его никто не заболтал. Но теплого приема не ждите. Привет, Хорст. Познакомься с моим добрым другом Геральтом из Ривии, который... Явился незваным. Прошу вас, простите мои манеры. Этикет в Каэр Морхене преподавался на крайне низком уровне. Не сомневаюсь. Думается мне, господа, вы не с того начали. Может, если мы вместе поднимем тост за... Что тебе от меня нужно? Верно, хватит дипломатии. Видишь ли, я должен взять дом Максимилиана Баршоди, что бы это ни значило. Что? Откуда ты о нем знаешь? Господа, сохраняйте хладнокровие. Нет нужды повышать голос. Откуда ты о нем знаешь? Отвечай! Ого, ну-ка... Откуда? Неважно. Хоть скажи мне, что это такое? Стража, вывезти ведьмака. И не впускать, даже если явится под ручкой с иерархом Хемельфартом. По правде сказать, это был просто невинный вопрос. Еще хоть слово, и мои счета перейдут к твоим конкурентам. Друг, мне жаль, но... Не стоит утруждать стражников Хорст. Я выйду сам. Не припомнишь, что бы давал тебе право выбора. Стража, на улицу его! И че это за дом? Ваши мечи. Закон обязывает их вернуть. Но закон не говорит, когда. Так что, сперва мы вашей милости как следует вломим для порядка. Давай. Ага. И правда, место встречи элиты. Чудно. Хорошей разминке я всегда рад. Места нету, чтобы драться. Я сожгу вас вот просто сейчас здесь, нет? Вот два дауна. Блин, не в того. Да, ты что ж такое? Твою мать! Не! Не! Первый пошел. Ты, твою мать! Как не дотянулся, вот, а? Закон предписывает вызвать к раненому лекаря. Но не говорит, как быстро. Так что придется потерпеть. А, обожаю просто. Хоть с мечом, хоть просто так, изуродует ведьмак. Да? Так оно говорится. Ты кто? Мне нынче не до народных мудростей. Ты еще кто? Если пойдет как надо, я твой союзник. Имя. И зачем ты мне нужен? Мне нужно имя. Взять дом Максимилиана Барсоди. В одиночку. Ты к нему даже близко не подберешься. И ты мне в этом поможешь? Мы поможем друг другу. Тогда к делу, если можно. Чтобы заполучить этот дом, нужно попасть в сокровищницу Хорста. А добром он тебя не пустит. А лед? Это плохая идея. У тебя найдется получше? Простасить? Отыщи травника под Оксинфуртом. Спроси у него вытяжку из кровавника. Он поймет, зачем ты пришел. Кто ты такой? Если втянешь меня в какой-нибудь... Увидишь. Дичь? Надеюсь. Какого хера? Сиг, думать травника под Оксинфуртом и назвать пароли. А, кстати, не помню, что. Ну ладно, там будут варианты. Ну, так, давайте посмотрим, что я там накупил вообще. Очки. Они когда-то так... Это маска. Твою мать. Посмотрите на это. Что не дает? Йоу. Твою мать. Просто йоу. Ладно, я не знаю, для чего они, но пусть будут. Где рель с ними это? Куда делись, а? Так, хорошо. Факел, броня. Куча мусора. Так, картина я продам. А где вот, вот, статуэтка? Необходимо для задания. То есть, пока еще неизвестно, да? Ладно. Так, у меня продолжение. Сгонять. Вот, задание коллекционер. Продать картину. Во. Мне предложение сейчас сгонять по-быстрому в Новиград, потому что мне надо там... Я просто уже не могу, я хочу продать говно из инвентаря. И продам картину. В любом случае туда. Вот, поэтому я зайду к броннику, продам ему всякую херню, которая у меня есть. У него деньги точно есть, он разбогател на моей броне. Вот, продадим картину, не знаю за сколько. Я купил ее за... За 60 крон, да? Да, я купил ее за 60 крон. Посмотрим, за сколько продам. И я не знаю, что делать с этой статуэткой, на самом деле. Типа внутри какое-то сокровище, так и не понял. Какое, кстати, сейчас еще кивальт. Зайдем, мы эту бабу разменяем. О, Данил, не беси меня. Меч. Покажи. Да, видите, у него почти 8 тысяч. По-моему, тут как бы без вопросов. Смотрите, вот это все я ему мечи продавал. Так, мне кадильница больше не нужна. Это все забирай. Это забирай. Это что такое? Забирай. Руны. Ну, я говорю, я буду оставлять по одной штуке от каждой руны. Поэтому тут вот как бы сейчас я по 2 все поскидываю. Что тебе еще можно скинуть? Иду ты не возьмешь. Что-то херню возьмешь. Сейчас забирай. Так, хорошо. Тут что? Забирай, забирай, забирай. Ой, у меня уже 4 тысячи, как так произошло-то. Меня интересно, за сколько картину мне сейчас дадут эту. Потому что картина, я не знаю, ну типа есть она дорогая. Зачем нам стражу ворота? Так твою мать. Да, выпусти меня отсюда. Не откладывай нас завтра, купи сегодня. Ну-ка, сейчас глянем. Я, кстати, с этим человеком знаком уже. Мне деньги нужны были. Сколько он дал мне? М-м-м, неплохо. Неплохо. Трофей взят из Шарлея. Ой. Трофей монстр, что ли? Что он делает? 5% дополнительного золота. А у меня... А у меня вот такое. Не, мне поинтереснее. Ладно. Слушайте, я что-то подумал. Можно пойти попробовать делать, ну хотя бы какую-то часть брони. За 5 тысяч. Ну-ка, вивали. Ты мне сейчас обменяешь баблом. Конечно, не так уж ты много. Я получу, но... 536 опять-таки, да. Чё, у меня уже 5 с половиной ка. В принципе, уже можно броню делать. Пойду сейчас, короче, сгоняю. По-моему, где-то вот здесь вот есть как раз кузнец, который прям вот идеально подходит для того, чтобы... Почему-то надо именно ждать его. Ну вот, и он может сделать броню. Поехали. Сделаем сейчас броню. Не знаю, для чего очки потом вот у меня есть один человек, у которого смогу спросить. Так, нужна будет в мире твоя пластина, это я знаю. А какого хера ты... А, ты мечи делаешь. Прощай. Кто делал броню? Ну иди, я тебя поцелую. Да, я не помню. Кто-то... Кто броню мне делал? Кому-то я ходил, кто делал мне броню. Кто это было, не помню. Ну, ну, не вот этот товарищ, по-моему. Блин. Не вспомню даже ведь кто. Не он. Не он. Да, не он. Тут только улучшенный у него есть, отличный. У мастерского нет. У кого-то я смотрел, твою мать, у кого броня. А, кто мог сделать эту броню, не помню. Ладно, тогда я сделаю ее вне серии, во всяком случае, хотя бы какую-нибудь часть. А пока что мы с вами там закончим. Если вам понравилось это видео, поставьте лайк, подписывайтесь, подпишитесь, а мы увидимся в следующей серии. Всем удачи и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok